друзья здравствуйте с вами зеленка студия а это значит что сегодня мы с вами опять будем путешествовать по нашим садам в этом саду впервые мы с вами побывали совместно осенью прошлого года и для тех кто с нашим каналом уже давно он уже знаком а для тех кто недавно или впервые на нас видите обязательно подписывайтесь на наш канал потому что у нас будет очень много интересного и конечно мы будем очень благодарны вам если вы поставите лайк этому видео и нажмете на колокольчик для того чтобы не пропускать все наши интересные и полезные видео ну что я уже немножечко рассказала что наши подписчики верные давние давно уже год назад побывали в этом саду давайте же посмотрим что у нас здесь изменилось за один год конечно же какой у нас проект без цветников в прошлом году мы здесь высадили огромное количество многолетних растений сейчас у нас конец сентября начало октября скоро вот буквально через несколько дней и посмотрите какие шикарные у нас цветники давайте посмотрим что у нас здесь растет наши давние подписчики уже знают нашу слабость что очень мы любим миксовать растения часто используем матричную посадку но здесь мы решили высаживать растения массивами потому что это природный сад здесь мы хотим максимально создать такую природную естественную красивую атмосферу и поэтому конечно же используем такую вот прям посадку массивами луговик нельзя про него забывать он сейчас в своей самой что ни на есть чудесной форме уже покрылся таким пшеничным золотистым оттенком и вышел на передний план здесь у нас все подбито очень я люблю ее а соку глотконосую она восхитительное матричное растение она прекрасно в массиве смотрится люблю ее зовут этот изысканный тоненький листочек за бы огромную картину потому что вот посмотрите вот это это одно растение не бойтесь покупать в маленьких размерах посадочный материал потому что сока буквально за два сезона просто заполонить собой все пространство также хочу показать вам тоже забавный прием я не очень люблю использовать какие-то искусственные вещи для того чтобы закрывать какие технические моменты поэтому очень любим мы все подбивать тимьяном это у нас тимьян очень сейчас приятно пахнет это кстати тимьян лимон пахнущий и здесь он у нас закрывает люк и вот через какое-то время он полностью его закроет и здесь будет просто такая зеленая подушка слову говоря мы не мучаем наш тимьян он у нас здесь немножечко вы даже так в соседстве с сырничком произрастает но мне в целом это даже не напрягает потому что есть в этом естественность конечно нельзя не заметить котовник котовник всегда везде потому что он шикарный потому что он эффектный к слову говоря запущен на второе цветение подрезали мы его где-то в первой половине августа прошло ровно два месяца здесь ему супер благодатно посмотрите какая прекрасная солнечная поляна поэтому здесь он чудесно себя чувствует буквально просто уже скоро можно его и на 3 запускать если погода нам даст на это свое разрешение конечно же шалфей шалфей на втором цветении не такой обширный и эффектный ну и ромашка вот ромашку на самом деле редко получается запустить и чаще всего она на втором цветении такая знаете не крупная мелкая отдельно а здесь вот у нас удалось вот эту картину запустить на 2 гигантские соцветия это ромашка сорта аляска я очень люблю именно этот сорт по двум причинам во первых это классическая форма ромашки а прям красиво это самое которое любит не любит любит и любит а во вторых у нее посмотрите какие длинные и очень прямостоячие я бы сказала цветоносы стебли то есть это прям вот классическая букетная ромашка которая прекрасно сочетается со всеми цветниками нашего любимого русского природного стиля что идем дальше здесь мы потихонечку уже те кто уже смотрел наше видео напишите кстати кто смотрит это видео второй раз а кто впервые в этом саду с нами прогуливается здесь мы высадили крупномерные сосны высадили мы их в конце прошлого года и они нам немножечко уже начинают намекать что это не открытая большая какая-то поляна что это действительно сад в природном стиле что здесь есть высокие деревья как я говорила здесь эта вся история немного вдохновлена и карельскими пейзажами северной природы конечно какой север без сосен сосны обожаем сажать вот они у нас такие высокие в этом году кстати очень большой иголка под потому что видимо три года назад был хорош прирост у сосен как вы знаете сосны это растение хвойные которые сбрасывают хвою третьего года поэтому очень многие сейчас испугались что у них пожелтели сосны не бойтесь это все в порядке просто они избавляются от иголок третьего года не переживайте к слову настолько у нас есть классная получилась поляна пойдемте вам покажу нас здесь растут грибы причем этих грибов здесь видимо не видимо были маслята даже подосиновики были это по моему кстати кто разбирается в грибах от маслята мне кажется да да это маслята вот посмотрите настоящий растут мы их не просто так сюда поставили и к слову говоря а покусанные потому что здесь живут у нас и белочки и птички и куча всякие живности настоящий честный лес выходе мы с вами на интересную поляну советую здесь вот цветники к слову говоря вот это сирень прекрасный которую мы пересадили в прошлом году она росла во середине этой поляны но мы хотели здесь создать такую доминанту сейчас я вам про нее расскажу и поэтому сирене мы пересадили по двум сторонам от нашей будущей оранжереи оранжерею не буду вам ничего пока что рассказывать просто спойлер ну что она здесь будет будет очень интересно здесь будут высажены экзотические растения и обязательно вам покажем когда будем есть заниматься поэтому следите за нашими выпусками вот такое крупное растение было пересажено в прошлом году чудесно прижилось и как вы видите вот соцветия мы не убирали очень обильно цвела тут мы с вами на такой интересной поляне потому что север и интересные какие-то там карельские мотивы они подразумевают появление каких-то рун каких-то интересных таких объектов может быть даже немного загадочных и здесь мы тоже решили что а почему бы нам не сделать что-то эдакого рукотворного да и какого-то даже может быть философского и интересного в общем здесь у нас по сути кто-то называет это отпечатком пальца я называю это такой вот красивый какой-то завиток бесконечности высажены как центральная доминанта почему здесь не хотелось делать какой-то классический цветник смотрите у нас здесь круг круг здесь сделан неспроста потому что из окон гостевого дома хотелось бы конечно чтобы прекрасно видно было оранжерея оранжерея будет очень красиво она будет чугунными элементами даже уже вот этот фрагмент существующий дает нам понять о том что это будет не просто какая-то реальная постройка она будет . красивая и самодостаточная поэтому нам не хотелось ее закрывать по периметру мы высадили такую небольшую невысокую посадку из спиреи спирею эту я надеюсь что следующему году мы уже застрижем в единый массив он будет такой вот бионические мягкие без тут вообще нигде нету жестких стриженных изгородей по периметру это тот самый цветник за спиреи который мы с вами видели в целом этот цветник повторяется лейтмотивом по всей вот этой части вокруг гостевого дома и он немного нивелирует переход от первой части участка где в целом просто сад газон и такие свободные пространства к нашей вот самой интересной доминанте то есть мы не просто так вот взяли и прям много чего-то посадили а то есть есть такие вот на промежуточные зоны и поэтому здесь хорошо из окон видно вот эту спираль выполнена она очень просто здесь спиреи японская и живучка это был эксперимент него ночь понравился причем эту живучку мы периодически выпалываем для того чтобы спиреи побыстрее разрослась и высаживаем в дорожке дальше вам покажу поэтому собственно здесь уже полный цикл живучки на нашем участке можем сами черенковать естественно газон который подчеркивает вот эту круговую площадку форма оранжерея собственно нам задала вот этот классический круг поэтому это классический прием но мне почему-то вот не хватало здесь какой-то загадочности плюс первая часть участка там применены и скульптуры это же такие надписи доисторические стилизованные камни и поэтому здесь мы тоже решили сделать но уже такую растительную эстетику по сути я бы назвала это такой менее геоглиф именно для этого участка прошлом году мы высадили огромное количество многолетников и снимали мы видео для вас по моему в ноябре было уже достаточно прохладно и не смогли мы посмотреть всей красоты многолетних посадок этого участка как мне нравится этот луговик в нем прям можно плавать как в каком-то злаковом злачном море дорожки здесь выполнены из плитника двумя способами на бетонные основания и на грунт на грунт мы специально клали такие большие плиты собственно про них я рассказывал в прошлом выпуске описание обязательно оставлю к этому нет ничего сложного тут все просто берется большая плита укладывается ровно подготовиться основание здесь плиты толстые они по 8-9 сантиметров и что я вам хочу показать здесь компонуется такой интересный момент то что есть газонные участки а есть участки дикие и лесные и вот как раз таки в этом году поднялся уже полностью массив вот этого лесного участка кстати обратите внимание на верхний ярус здесь у нас появляется уже лещина это растение среднего уровня любого леса здесь у нас естественно солнцные идут как лейтмотивом лиственницы и вот это чудесная и невероятная рябина сорта до донг очень я люблю этот сорт но хочу я вам пожаловаться более всей моей жизни очень красивая рябина но постоянно она болеет заболевание по типу малинеоза то есть я полагаю что это возможно есть малинеоз выпадает целыми ветвями то есть все происходит как у косточковых начинается увядание соцветий после этого сразу начинается увядание листьев потом выпадает целая ветка и вот это рябина она конечно не радует фу-фу-фу пока ничего с ним не происходит мы за ней ухаживаем но вот если вы знаете какой-то секрет ребят поделитесь пожалуйста очень интересно потому что очень люблю посмотрите какой невероятный оттенок но болеет просто дойдем мы сейчас с вами до ее так скажем подружки с которой мы несколько лет помучились ну и пролез про наш про грустное закончим кстати вот это гранатная рябина тоже очень очень классная на этом участке вы можете заметить очень много мультиштамбовых кустовых форм растений я их очень люблю для сада природного на мой взгляд нет ничего лучше чем именно многоствольные кустовые мультиштамбовые формы и здесь у нас с вами лес пойдемте вот с этой стороны потому что мне кажется здесь особо эффектно падает солнечный свет и видно все вот эти вот переливы осоки то есть что мы сделали мы сделали границу достаточно четкую потому что у нас есть четкий круг здесь у нас есть четкая такая полянка именно которую мы отвели под газон та часть у нас просматривается тоже газонная но сюда мы прямо интегрировали подлесок соответственно из лещины и вот этот нижний ярус тут у нас лапчатка тут у нас остильба когда она цветет это просто невероятное зрелище та же самая осока кстати вы часто спрашиваете как чувствуете осока в полу тени вот посмотрите мне кажется разница между солнечной частью которую мы с вами рассматривали в нашей начальной части этого выпуска и вот теневая разница есть но применять можно потому что этот участок солнцем не освещается от слова наверное совсем вот что-то попадает слегонца собственно посмотрите какой чудесный контраст между остильбой и осокой но мне кажется что это очень красиво часто вы пишете о том а как же ходить по этой территории давайте попробуем как ходить по этой территории как вы по лесу гуляете также здесь можно гулять кстати опыт грибы снова грибы очень много грибов то есть вы можете спокойно вот так вот идти по осоке тут вот у нас спирея здесь открываются очень красивые виды можно посмотреть на ирисы в общем не бойтесь высаживать растения вот такими массивами спокойно можно по ним перемещаться главное смотрите под ноги в целом это касается не только перемещению по каким-то лесным массивом а в целом ну а возвращаясь к нашей газонной территории у нас тут и лиственницы и можжевельники потихонечку появляется малиния вот такая вот высоченная метра два с половиной она выросла в прошлом году была вот такая маленькая кстати то есть первый год посадки это вот буквально метр двадцать и на второй год посадки дает вот такой размер шикарный тут появляются ирисы и конечно же те кто смотрели наши выпуски знают что здесь самое красивое пишите в комментариях что сейчас мы вам покажем а те кто нет наверное вы сейчас очень удивитесь потому что здесь у нас шикарный огроменный пруд выкопан который уже имеет биоплата и она у нас уже выросла это биоплата у которого есть острова и сейчас мы посетим с вами каждый остров мы с вами просто в этом выпуске идем по другому маршруту потому что появились те зоны которые я вам не показывала в прошлом выпуске и у нас построена уже беседка сейчас я вам про нее подробно расскажу и естественно на про наши биоплата как мы его делали как вообще это работает к слову расскажите если у вас опыт строительства вот таких вот биофильтров которые чистят воду которые помогают и не цвести какие растения вы применяете а я сейчас с вами поделюсь нашим опытом в первую очередь конечно хочу отметить наши чудесные берега мы их отделали деревянными лиственничными бревнами у нас здесь появилась прошлом году лодка она притоплена в ней высажены асоки и фолярисы фолярисов немного так как растение агрессивное поэтому не хотелось бы чтобы ее прям сильно заполонила растение в этой лодке еще у нас не зимовали в этом году будет эксперимент обязательно поделюсь с вами как они перезимуют но посмотрите как шикарно разоросло разорослось в целом это биоплата на мой взгляд это просто восторг к слову говоря сока у нас появляется везде потому что мне кажется она супер наверное супер понятное растение и для леса и для болота и для пруда и для вообще любого матричного цветника именно глотконосую люблю потому что кстати используете ли вы асоки какие вы любите я еще очень люблю пальмолистную но она крайне экзотично для вот этой истеть эстетики поэтому здесь у нас гладконосая ну естественно биоплата здесь у нас и дербенники и ирисы и асоки камыши огромное количество различных культур высажено это все в процентном соотношении относительно площади биофильтра снизу нас все засыпано щебнем вот и биофильтр работает потому что посмотреть какая прозрачная вода в пруду это очень красиво во первых естественно возможно если вы посмотрите наш прошлый выпуск когда нету биофильтра когда пруд еще весь не разрослись наши кулисные посадки все многолетники видно было остров с корягами видно было камень вот сейчас у нас конец сентября начало октября и мы видим такую картинку когда мы будем готовить пруд к зиме и ранней весной видно камень больше вот тот гигантский он был просто огромный посмотрите какой маленький отличный валун очень живописный на мой взгляд бревна уже так вот в глаза не бросаются потому что сейчас будет другой ракурс с которого открывается вид на наши чудесные бревна даже этот огромный камень который здесь лежал прошлый раз просто на острове сейчас не выглядит таким гигантским и конечно же вы заметили что у нас появилась беседка потому что мы вставляли наши проектные решения в прошлый раз сделали нам срубили вот эту чудесную беседку она вы выполнены из сухостойной очень интересной сосны смотрите какой рисунок крыша у беседки специально асимметричная потому что я проектировала и таким образом чтобы она максимально была интегрирована и вписывалась пространстве вообще сейчас не хотел вот этот край крыши свес опустить практически до самого низа вот но тогда бы нам пришлось жертвовать большое количество большой площадью водной поверхности и получился бы маленький пруд но сильно большой остров поэтому для того чтобы максимально интегрировать эту беседку в пространство мы приняли решение и согласовали его сейчас я вам покажу иногда как мы делаем чертежи вот так было согласовано проектное решение по производству зеленой кровли на этой беседке зеленой кровли мы уже делали в наших проектах и я оставлю ссылочку в описании к этому видео как мы это делали на нашем предыдущем объекте где мы бы выполняли задернение кровли газоном здесь будет другое решение здесь мы будем использовать почвопокровные растения полагаю что это будут очитки соответственно была предпринята разработка инженера на схемы что касается дренажа здесь будет система автоматического полива вот согласована 16 августа 2023 года поэтому кровли уже выполнена исходя из этой я кстати не шучу это реально наш первая прикидка мы решили сохранить просто истории вообще у нас конечно есть чертежи вот и кстати в этом году использование зеленых крыш эксплуатируемых таких зеленых кровель очень актуально только за этот год к нам обратилась 8 человек с подобной проблемой но они даже не с проблемой а с подобными вопросами кто-то просто просит помочь каким советом кто-то просит проектировать поэтому видимо у нас появится еще одна уже третья кстати говоря у нас есть еще выпуск про жека один тоже ссылочку оставлю описание к этому видео там тоже есть один из вариантов декоративной зеленой кровли это будет уже третий вариант и они у нас не повторяются кстати посмотрите отсюда какой красивый ракурс выходит вон туда вот на сумах сумах кстати появился тут случайным образом честно признаюсь рос у нас заказчика на фасаде мне он крайне оказался там чужим и посмотрите как он чудесно интегрировался в нашу естественную такую кулисную посадку которую мы кстати высадили весной этого года водичка прохладная купаться сегодня не будем но давайте насладимся этой красотой мостки они также деревянные вот эти декоративные столбы казалось бы декоративные на самом деле выполняют в том числе и такую функцию опорную один нас выше 2 ниже я думаю что мы какие-то декоративные штуки сюда обязательно тоже повесим обратите внимание как задекорирована у нас берег пруда вообще я очень не люблю когда на берегах выкладывают вот так вот знаете плетняк или камень насыпают потому что мы сразу с вами вот эту вот какую-то и прямо по полному периметру когда так делают потому что мы как будто взяли вот с вами и обвели границы здесь мне очень хотелось чтобы эти границы как раз были размыты поэтому например в этой части у нас видите насколько плавно водная гладь переходит через растение в берег в этой части мы интегрировали деревянные спилы и бревна то есть понятное дело что есть рукотворность но человек всегда селился близко к воде и пытался каким-то образом адаптировать берег для использования поэтому здесь это смотрится на мой взгляд достаточно гармонично и обратите внимание тоже у нас до сих пор цветут нимфеи они очень красивые у нас здесь порядка наверное двадцати пяти разных сортов в целом гамма выбрана от белой до пурпурно-розовой вот есть бутоны сейчас мы с вами вот там посмотрим бутоны тут вот нежно-розовая цветет кстати береза те кто смотрел прошлый выпуск знают что вот эта береза она у нас здесь житель постоянный она была и росла в этом грунте собственно тогда когда я впервые приехал на этот участок очень попросила его оставить мне кажется она прям аборигенно смотрится на этом острове по поводу настилов деревянных тоже интересный момент есть часто спрашивайте на тем того чем мы пропитываем как мы достигаем такого серого цвета ничем не пропитываем если вы посмотрите наш прошлый выпуск вы увидите что лиственница здесь выглядела такой теплого желтого классического деревянного цвет как я говорю и вот буквально за год посмотрите какая она стала но очень спокойно относимся к всяческим таким несовершенствам дерева которые возникают реченком сколом каким-то это живой материал и поэтому мне очень нравится седой цвет лиственница он супер крут сочетается сухостойной сосной собственно вот эта баня это арткела и очень красивые вот эти вот переливы натурального дерева мы спокойно подчеркнули такой ровной по диагонали положенные террасой заказчик нашел очень крутую плитку кстати сейчас я вам покажу для мощения эта плитка которая используется для промышленных полов она вот так интересно выглядит и был принято решение замостить входную группу при помощи такой плитки смотрите как она переливается на солнце потому что не вообще просто потрясающий день совершенно другая эмоция этого выпуска и посмотреть как круто это смотрится как будто это какая-то рыбий чешуя или дракону чешуя дракона напишите кстати какие у вас ассоциации относительно вот этого мощения мне прям очень напоминает какую-то историю про драку я вообще очень люблю драконов и здесь прям такая вот какая-то вептильная история появляется фактура закончили ступени в прошлом году они были вот прям мне кажется вот только-только выполнены по моему даже подшивка не было еще сделано очень неудобные сходит они прямо в воду не скользкие очень удобно купаться мы здесь иногда себе позволяем с разрешения заказчиков очень жаркий летний денек вот поэтому здесь можно и походить и покупаться это тот самый удобный так скажем заход в воду потому что у нас есть там заход более пологий а здесь можно прямо вот нырять из баньки выбегать и нырять можно посидеть и насладиться конечно нашей красавицей лиственницей которые крайне горжусь очень трепетно к ней отношусь и очень хочу чтобы вы пожалуйста пожелали ей большого здоровья потому что ей на этом острове тяжело приживалась вот но я надеюсь что все опасности миновали и поэтому она будет нас радовать долго вообще в целом посадка лиственницы на остров была авантюрный такой истории потому что у нас нету права на ошибку в этом случае нам очень сложно будет если вдруг что во первых найти такую же красотку а во вторых каким-то образом заменить потому что есть такое расстояние что можно работать только башенным краном поэтому мы очень за ней следим как вы видите вот этот мосток который положен он положен именно для обслуживания то есть в целом когда мы завершим все работы закончится строительство бани а мы уберем этот мосток и будем его устанавливать только технологически когда это необходимо с этого ракурса очень крутой вид открывается на беседку посмотрите здесь очень хорошо видно то что у нее как раз таки двускатная асимметричная кровля очень красиво отливает пока не за не закислился подшивка и водосточная система из меди вот и остров в целом вот сейчас прям смотрится как на наших рендерах мосток беседка представьте включите фантазию что теперь там еще такая зеленая кровля мне кажется очень вкусно получилось тут у нас кулисная посадка разрослась и наконец-то я могу поделиться с вами тем что действительно очень красивая спирея становится осенью посмотрите какая она красивая у нее прямо-таки бордовый какой-то с переливами лист она имеет в целом очень деликатное цветение мало кто умеет на самом деле с ней работать часто пишут отзыв разваливается там какая-то становится такая форму не держит а мне кажется вот в такой лесной посадки у нас она здесь высуну с ирисами здесь у нас спирея японская на подбивку идет есть тимьяны на заднем плане малиния посмотрите забор перекрыла кстати по поводу малинии шикарное растение для создания экранов живых злаковых потому что вот у нее реально утром это сорта транспарента и высота у этой малинии в больше двух метров в целом поэтому вы спокойно можете прикрывать и какие-то свои неприглядные территории а помните я вам на кругу рассказывала про живучку то что мы ее потихонечку пересаживаем рассаживаем вот она да поэтому не хочу я здесь каких-то таких четких газонных линий не нравится хочется вот этих кочек какого ну какой-то супер естественности поэтому я думаю что всю эту дорожку и всю ту дорожку мы будем продолжать засаживать живучкой пишите пойдем мы с вами на остров с лиственницы или нет будем рисковать как в прошлый раз собственно здесь у нас то же самое спирея здесь у нас малине здесь у нас все те же самые растения единственно здесь у нас появляется и лимусы потому что здесь есть такой переход на вторую часть участка есть у нас в планах как вы слышите есть водопад соединить маленький пруд который был уже на старой территории с нашим большим и потом еще на новой территории будущей будет еще один пруд и это будет такая каскадная история очень интересный поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить будем с вами делиться вот эта чудесная и его она у нас осталась вот собственно в наследство спрос с того участка мы ее прореживаем и кстати мы ее вылечили потому что когда мы пришли его было в вообще убить его это еще надо постараться вот но наш дендролог юлиан приехала сказал ну давай попробуем пойдемте я вам покажу что получилось вообще кстати обратите внимание как классно смотрится вообще как будто бы это живая беседка из ивы мы очень хотим здесь поставить лавочку впоследствии вот тут у нее была проблема здесь была гигантская и на одном и на втором стволе по вот вот по такой здесь это видно даже вот по такой по гигантской такой гниющий ранее прям гниющий у меня есть фотографии но не буду вам это тоже показывать мы это все зачистили обработали ран нет ничем не замазывали никаким садовыми варами потому что уже сосуды по со заболевания естественно мы ее удобряли мы кронировали убрали большие сухие ветки немножечко подняли и крону чтобы было полегче в целом этим занимаемся ежегодно немножко ее освобождаем от лишних веточек здесь был один большой ствол сухой мы его удалили но как вы видите да его достаточно сформировано выглядит и посмотрите как затянулись эти раны за два года то есть вот здесь уже кора замкнулась потихонечку идет смыкание в этой части здесь было больше но я думаю что к следующему году тоже замкнется поэтому давайте будем следить и или тоже пожелаем большого здоровья ну а теперь пойдемте с вами на остров смертельный номер каждый раз я ползу по этому бревну и молюсь чтобы не упасть когда-то я мне кажется него все-таки упаду как вы думаете упаду из этого бревна или нет тут просто есть вот этот сук который нужно перебороть страх и перешагнуть ой как мне нравятся эти коряги ну а тут собственно мосток и вуаля мы на острове кстати на этом острове мы высадили два сорта можжевельников все они горизонтальные ползучие я хочу чтобы этот остров прямо знаете как как камуфляжной сеткой был затянут горизонтальными можжевельниками зелеными такими и вот чтобы это прям был был такой зеленый зеленый остров и вот наш красивая лиственница ну собственно здесь у нас изменилось мало здесь появилась подсветка лиственницы здесь появились можжевельники и наконец-то новый прирост у лиственницы потому что она конечно была пересажена во взрослом состоянии в новую среду обитания и как вы видите растяжки мы еще не убрали в прошлом выпуске я рассказывала то что у нас основная ветровая нагрузка именно с той стороны и поэтому и лиственница у нас таким образом направлена как будто бы это действительно природа с ней совершила именно в этом месте такие манипуляции что она вот так вот выросла я сама жила в детстве на острове ягры в белом море находится он недалеко от города северодвинска это вообще место навсегда моем сердце в этом году я съездила впервые наверное с 97 года туда и была влюблена конечно снова как вообще можно влюбиться если ты так любишь это место вот я еще раз влюбилась и там есть такие знаете знаковые сосны они стоят сосновом ягринском бару как огромные такие спалины они тоже стали уже сухостойными из-за того что я так понимаю изменение климата море прибывает вот их слов говоря есть группа которая сохраняет ягринский бор я обязательно оставлю описание к этому видео потому что посмотрите это фантастически красиво вот и поэтому эта эстетика естественно навеивает и вот такие вот решения поэтому мы будем за наши лиственницы следить чтобы она не стала никакой сухостойной радовала нас долгие годы ну что а мы с вами ныряем дальше вернее на этом заканчиваем я думаю потому что не хочется вам открывать всех новых мест которые у нас в работе были в этом году и продолжаются обязательно покажем вам как будет выглядеть наша зеленая кровля плюс будут изменения на первой части участка будут появляться новые поэтому обязательно следите за нашими выпусками пишите вопросы с большим удовольствием всегда на них отвечаю делитесь какими-то своими мыслями напишите обязательно как вам наши новые территории как вам наши цветники а я желаю вашим садам огромного здоровья желаю чтобы ваши фантазии идеи легко воплощались в жизнь на ваших участках с любовью к вашим садам зеленка студия а и и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok